Рекламно-информационная программа Полезный город Именно программа под названием «Полезный город» вы будете слушать в течение ближайших 20 минут. Здравствуйте, добрый день еще раз. У микрофона Владимир Сметанин. Я представляю гостей нашей студии Алексей Трефилов, директор компании «Элма». Добрый день, Алексей. Добрый день. И Юлия Батальцева, директор по персоналу компании «Элма», создатель проекта «Создатели». И Алексей и Юлия, создатели проекта «АйТи-Универ». Добрый день, Юлия. Добрый день. Ну, собственно, вот уже из представления понятно, что мы будем как раз-таки беседовать сегодня с вами на тему «АйТи-Универа». Что это такое? Кто имеет право обучиться? Чему обучиться? Какие перспективы роста, развития, трудоустройства и так далее и тому подобное? Ну, несколько слов какой-то визитной карточки о себе. Что за компания «Элма», где вы находитесь, ваша сфера интересов, работы. Пожалуйста, Алексей. Конечно. Я начну с небольшой предыстории, чтобы всем было понятно, почему такой проект появился. Почему он востребован. И как так вообще получилось, что он стал успешен. А вообще компания «Элма» занимается разработкой программного обеспечения. Мы разрабатываем программы, которые помогают другим компаниям работать эффективнее. Причем, в первую очередь, наши заказчики – это средний и крупный бизнес. И наши программы позволяют им оптимизировать штат, делать больше-меньшими силами и тому подобное. Причем в этом вопросе мы достаточно успешны. То есть, в сфере BPM, так называется класс программного обеспечения, который мы разрабатываем, мы являемся лидером в странах СНГ по количеству внедрений. Это же не говоря уже о России. Ну, то есть, естественно. То есть, Россия в том числе. И в России, и в странах СНГ. Более того, мы успешно сейчас выходим на международные рынки. То есть, делаем проекты в Европе, в Азии и даже в Латинской Америке, в частности. Сколько лет уже компания «Элма» существует? Чуть больше десяти. Чуть больше. Ну, солидный срок, в общем-то. И территориально вы находитесь в городе… В Ижевске, в Кирове и в Казани. В Ижевске, Киров, Казань. Триумвират такой получается. Ну, да. И для того, чтобы разрабатывать программное обеспечение, нужны не только программисты. Действительно, в настоящий момент в компании больше четверть тысячи человек, то есть, более 250. Мы очень активно растем. И, как я уже сказал, нужны не только программисты. Нужны аналитики, нужны дизайнеры, нужны специалисты технической поддержки и огромное количество других ребят. И, как я уже сказал, мы занимаемся в сфере достаточно экспертной. То есть, уровень подготовки специалистов очень важен. И, несмотря на то, что у нас есть огромный спрос на наши разработки, и мы должны бы были расти активно, к сожалению, нет такой возможности выйти на улицу и просто найти готового специалиста. И взять его к себе, работу. Конечно. Вузы выпускают большое количество студентов, профильных в том числе, но они ни для кого не секрет, не являются готовыми специалистами, потому что, конечно, они получают хорошее теоретическое образование. Базу. Но преподаватели, которые являются по большей части зачастую теоретиками, они могут как раз дать теорию, но не могут дать практику, потому что они не участвуют в этих передовых процессах сегодняшнего дня. Ну, так или иначе, университеты все равно стремятся, и в том числе и наш опорный вуз как-то и наращивается в материальную техническую базу и соответствует, что называется, требованием времени. Но все-таки этот процесс идет, на ваш взгляд, не так быстро, как того требует современность. Конечно, я много скажу про движение вуза еще в дальнейшем. Думаю, сегодня мы на эту тему пообщаемся. Но хотелось сказать, что это нормально. То есть функция вуза все-таки в первую очередь дать теоретический базис, дать фундаментальное знание. Сформировать личность, в конце концов. Конечно, разумеется. А вот с точки зрения формирования какой-то практики правильной, передачи передовых техник, это все-таки про бизнес, про тех, кто на передовой находится. Ну, это вопрос к нам, то есть к IT-компаниям. И, наверное, мы эту проблему нащупали давным-давно, естественно. То есть когда к нам приходили еще не совсем готовые специалисты, мы имеем программу обучения специалистов, программу кураторства, ну, такого наставничества, что молодого специалиста обучает его старший брат. Ну, как это принято обычно, да. Да, конечно. И следующим шагом было продвинуться к вузу еще ближе. Мы начали вести курсы в наших ижевских вузах. То есть наши передовые специалисты приходили, рассказывали про практику, проводили какие-то технические занятия с ними, прямо вели дисциплины в рамках вуза. Многие университеты в России по нашей программе занимают в том числе. Да, и IT-универ, вот я так плавно подкарался к этой теме. Это был способ систематизировать всю эту работу. Я думаю, что вот сейчас Юля... Ну, это вполне логично, да. Понимая, что вам нужны такие и такие кадры, вы ставите серьезную задачу их для себя подготовить. Конечно, да. В рамках полноценного проекта, которым и является проект IT-универ. Юля, ну, давайте. IT-универ. Да, IT-универ сейчас функционирует в двух городах. Ижевский Киров. Начинали мы с Ижевска. И делаем этот проект не одни. В Ижевске мы сотрудничаем с несколькими IT-компаниями. Это хорошо, потому что список курсов, разнообразие курсов, это тоже очень важно. Каждая компания хороша в своем. Кто-то занимается мобильной разработкой, кто-то бэкэндом, фронтэндом и так далее. Прочими страшными словами. Те, кто в курсе, поймут, я надеюсь. Да, и каждый обучающийся, каждый студент может найти для себя что-то интересное. В Кирове мы сотрудничаем плотно как раз с Вятским государственным университетом. И за что им большое спасибо. Мы проект базируем на, вообще, стенах Вятского государственного университета. И это очень отрадно. Как я уже сказала, мы работаем с большим количеством университетов в России. И, к сожалению, не всегда мы видим заинтересованность вуза, заинтересованность системы образования в том, а что будет со студентом завтра, когда он из стен вуза выйдет. Так вот, очень приятно, что ВятГУ об этом думает. И ребята вкладываются в завтрашний день. Они вкладываются в то, чтобы восстановить вымывание кадров. Все-таки оно есть. И когда студент заканчивает вуз, опорный вуз, ВятГУ, отличное образование, отличный университет, он не всегда может найти себе работу. Ну, в силу разных причин. И такая проблема в регионах существует. Вымывание кадров происходит. Так вот, университет об этом заботится. И благодаря вот этому курсу мы показываем о том, что в Кирове есть работа, в Кирове есть IT-компании. В Кирове можно зарабатывать достойно, получать достойную заработную плату, делать интересные задачи. Уровня сильно выше городского, выше уровня страны. И можно работать на международных проектах, при этом оставаясь в Кирове, работая на благо региона. Ну вот, я чувствую, директора по персоналу, сразу мотивационную часть уже все выложила вкратце. Хочешь зарабатывать? Пожалуйста, есть такая возможность. Да, и для этого совсем не обязательно уезжать из родного города. В чем плюс именно нашего проекта? Безусловно, сейчас в интернете очень много курсов для того, чтобы прокачать свои IT-знания. Почему именно IT-универ? У IT-универа три основных принципа, на которых он базирует. Это бесплатно, очно и только практика. Меня часто спрашивают, а для чего вы это делаете? Вы коммерческая компания, в чем подвох, в чем хитрость? У вас преподают лучшие специалисты. Действительно, наши курсы ведут ребята уровня начальника отдела, темлит и так далее. Ведущих, да, IT-компаний? Да, ведущих IT-компаний. Для чего вам это надо? Мы прекрасно понимаем, как коммерческая компания, мы зарабатываем деньги совсем другим. Алексей Трефилов рассказал, мы не зарабатываем на образовании. Но мы понимаем, чтобы нам и завтра оставаться ведущей компанией, и завтра, чтобы завтра у нас работали лучшие специалисты, у нас, правда, работают лучшие, мы должны вкладываться в этот завтрашний день, мы должны сегодня вкладываться в IT-отрасль, в IT-рынок, в кадровый рынок и в образование специалистов. Это что касается бесплатно. Что касается очно, да, курсы действительно очные, это один из принципов проекта. Сколько бы меня не просили курсы записывать, мы принципиально запись не ведем. Записывать и выкладывать, да? Да, да, мы этого не делаем, и мы делаем это нарочно, потому что это принцип проекта. Тут очень важно понимать, что ничего не заменит точное обучение. Специально делаем группы, намеренно делаем маленькие, 8-12 человек, для того, чтобы как раз вот тот преподаватель, лучший специалист, он мог уделить максимальное количество времени каждому учащемуся, смог бы его научить и, ну, собственно говоря, дал много фидбэка. Практика, как третья составляющая. Ну, это да, да, это рядом с очным. Можно поподробнее, в чем практика, в чем суть? Мы практически не даем теорию. Правильно сказал Алексей, мы предполагаем, что теоретические знания, хорошие фундаментальные знания даст университет. А вот как раз практических знаний, ну, к сожалению, ребятам не хватает. Поэтому на наших курсах, это тоже один из принципов проекта, 90% должны быть именно практические задания. Это касается домашних заданий и то, что ребята делают на самих курсах. Ну, если мы говорим про программирование, они сразу садятся и программируют. Поэтому и группы маленькие, и лектор им очень сильно помогает. Поэтому практика – это очень-очень-очень важно. Алексей, да? Это чуть-чуть похоже на принципы коучинга. То есть преподаватель себя ведет как коуч, то есть он следит за каждым шагом и поправляет путь студента, как бы ищая не только ошибки, но и предлагая какие-то более здравые, интересные варианты, добавляя там свой опыт, говорит, что, например, так уже сейчас не делают, «Посмотри сюда, попробуй вот это». И у них такое совместное путешествие получается в рамках выполнения этой задачи. Почему это важно? Потому что в отличие университета, все равно, не знаю, на первый курс приходят ребята примерно с одинаковым уровнем знаний. У нас в группах ребята очень разные. Все сдали ЕГЭ, по 17-18 лет, ну и, казалось бы, они примерно одинаковые. И достаточно, не то чтобы просто, но понятно составлять учебные программы. В наших курсах ребята в группе очень разные, их можно на три категории разделить. Первое, ну это все-таки, конечно же, студенты, которые находятся в стадии выбора дальнейшего пути в жизни. Второе, это ребята, которые уже в IT-отрасли, но они хотят поменять там стэк технологии, ну, к примеру. И третья категория, она на самом деле самая такая большая, это ребята, которые получили IT-образование, но каким-то образом не попали в IT-сферу, не остались в IT-сфере, теперь хотят вернуться. Либо ребята, которые вообще не получили технического IT-образования, но они достаточно IT-шные, мы все-таки в 21 веке живем, им бы хотелось в сферу IT попасть. Ну, потому что сфера перспективная и действительно интересная. И для того, чтобы подстроиться вот как раз под каждого, потому что каждый приходит с каким-то определенным бэкграундом за спиной. Группы маленькие, и практические задания, вот этот метод коучинга, он очень важен, и на этом проект базируется. Еще раз повторю, сейчас Юля проговорила целевую аудиторию проекта IT-универс. С кем вы работаете? Это действующие студенты, которые сейчас получают специально связанную с IT-отраслью. Это работающие IT-шники сейчас в разных IT-компаниях и так далее. И вот третья категория – это те, кто когда-то получили соответствующее образование. Не сложилось по жизни, но хотели бы вернуться, собственно, да. Да, либо интересуются IT-сферой, да. Интересуются это в каком плане? Я уверен, что есть такие люди, которые днями и ночами что-то там сидят за компьютером и считают, что они превосходные IT-шники. Но, наверное, это не так. Наверное, они вам не подойдут. Не обязательно. Для того, чтобы попасть на наш курс, нужно зайти на сайт www.univer43.ru, зарегистрироваться и пройти небольшое обучение. Группы маленькие, как я сказала, 8-12 человек, но обычно на курс записывается порядка 20 человек. Все-таки существует отсев, и мы берем только лучше тех, кто действительно готов. По какому принципу? Можно приоткрыть? Каждая компания по-разному. Чаще всего это бывает либо какой-то тест на понимание базовых, фундаментальных знаний, для того, чтобы практически, давай все-таки практически на фундамент должны лечь, либо какое-то определенное тестирование, если это разработчики, какой-то определенный код, небольшой кусочек нужно написать. Ну, вот для того, чтобы мы пощупали наших будущих учеников. Подергали за ниточки, да. Я могу небольшое дополнение сделать, что, как я уже сказал, IT-компания – это не только программисты, поэтому и не все курсы IT-универа направлены на программистов. То есть есть курсы для аналитиков, ну, и для кого-то клика их нет, можете зайти на сайт, посмотреть и архив программ. Поэтому и занятия по отсеву будут абсолютно различны. Так, Юля? Кстати говоря, особенно про аналитиков. Это как раз те ребята, которые, возможно, как вы говорите, сидят ночами и что-то изучают в IT-сфере, но они не готовы писать код, может быть, им это неинтересно, может быть, кажется пока сложным, но в IT… Рутинной работой считают там, не знаю. Да, хотя, кстати говоря, у нас считается, что это очень творческий процесс написания кода. Тем не менее, вот такие ребята есть, и они вполне могут быть как раз бизнес-аналитиками. Поясните, что это? Алексей правильно сказал, что спектр IT-профессий очень широк, и очень много специалистов в IT, они находятся на стыке профессий. Ну, например, бизнес-аналитик – это человек, который приезжает к заказчику и проводит интервьюирование, для того, чтобы понять, что вообще заказчик хочет, ну, как сделать его жизнь с IT-точки зрения комфортнее и эффективнее. Либо есть такой специалист, который называется технический писатель. Это возможно… Как? Как? Технический писатель? Лили, да. Это, вероятно, наш с вами коллега. Это человек, который пишет справку к системе. Он должен написать о технических вещах просто и понятно, так, чтобы было понятно гуманитариям. Понятно. Да, когда Юля сказала, наш с вами коллега, у нас гуманитарное образование с Юлей, да. Тем не менее, я работаю в IT-сфере. До начала программы мы выяснили это. Хорошо, так. И что-то еще осталось, да, вы? Не закончили мысль, как мне показалось. Или закончили? Тогда Алексею слово передадим. И мне самый главный момент хотелось отметить. IT-универа я заведомо начал с рассказывания о том, что отрасль очень нуждается в специалистах. Поэтому IT-универ – это не только возможность дать студентам обучиться, но еще и возможность дать им работу. Потому что в рамках IT-универа компании могут присмотреться к этим специалистам. И зачастую среди айтишников очень много интровертов. Они часто боятся просто прийти, устроиться на работу. Для них это что-то страшное. Я вас поддерживаю. У нас были айтишники в студии, они прямо о себе и говорили. Так, мы интроверты, нам сложно с внешним миром коммуницировать зачастую. В рамках этого обучения мы зачастую умудряемся хорошо подружиться, понять, что нам по пути. И в рамках программы IT-универа было уже трудоустроено огромное количество людей, уже и в Ижевске, и в Кирове. Поэтому, я думаю, мы можем некоторой статистикой поделиться. Да, если есть такая возможность, почему бы и нет. Вообще всего мы за время существования проекта обучили 570 человек. 300 человек получили сертификаты. Когда человек проходит обучение, человек, учащийся, проходит обучение, в конце курса он сдает определенный экзамен. Этот экзамен может выглядеть по-разному, это может быть практическая работа, тест и так далее. Так вот, 300 человек теперь лучше. И многие работы уже у нас. Джоп-офер получили порядка 50 человек в целом, не только в нашей компании. В нашей компании через IT-универ 15 человек прошло, и 15 человек получили джоп-офер. И теперь эффективно, да, в Кирове, именно в Кирове эффективно работают наши компании. Что дает право вот этот сертификат, который выдается по окончании обучения? Ну, на самом деле, этот сертификат – это одна из важных таких галочек в резюме. И будущий работодатель будет видеть, что вы получали, вы расширяли свой профессиональный кругозор, не просто читая вот что-то по ночам в интернете. Бессистемно, да? Бессистемно, да. Вы действительно прошли где-то обучение в IT-компании. Но самое главное – это все-таки не сертификаты, не бумажка. Самое главное – это те знания, которые ребята на наших курсах получили. Тут, наверное, еще важно отметить, очень отрадно видеть в наших курсах преподавателей вуза. И очень здорово, что преподавателям вуза совершенно не зазорно учиться вместе со своими студентами. Потому что преподаватели все-таки видят важность получения практических навыков для того, чтобы контент, который они дают на лекциях, он тоже был более качественный. И вот я тут еще раз повторюсь, для меня было так радостно и удивительно, что ВИАТГУ работает с нами вместе в партнерстве, потому что это не самое частое явление дружбы между бизнесом, между IT-отраслью, между практической отраслью и сферой образования. Так вот, когда мы работаем вместе, все получается гораздо эффективнее. Пару слов тоже хотелось про дружбу сказать. Кстати, в случае Кировского IT-универа сертификат этот еще идет от ВИАТГУ, и он, в принципе, представляет собой настоящий документ, то есть он государственного образца. И не так давно у нас было такое торжественное открытие офиса. Мы подписали соглашение с Министерством информатизации и связи Кировской области и с ВИАТГУ по развитию рынка IT Кировской области. И наряду с IT-универом у нас, на самом деле, очень много других проектов проходит. В частности, завтра у нас будет первое крупное кировское мероприятие для разработчиков Дотнет. Так, где, когда, во сколько, куда? Оно будет завтра на Спасской 15, то есть это вот там, где музей шоколада. Да, да. Нужно зайти всего лишь на сайт kirovdevtalks.ru. Оно для программистов начнется завтра в 9.30. Единственное, нужно обязательно зарегистрироваться на этом сайте. Количество мест, правда, ограничено. Вот буквально 10-15 осталось, поэтому стоит поторопиться. Ну, еще прилично, еще прилично. У нас пару минут еще есть. Мы как-то все говорим, ребята, ребята, вроде как подразумеваем граждан мужского пола. А девчата есть? Мне так радостно, что в IT-сфере становится все больше дам. Когда я пришла сама в IT-сферу, это было порядка, о боги, 10 лет назад, девочек было действительно не очень много. И тут вот Алексей меня поддержит, у него такое приятное впечатление от работы с девочками-IT-специалистами, потому что IT-специалисты женского пола более внимательны к деталям. Действительно можно положиться, и это очень здорово. Если раньше больше среди бизнес-аналитиков, среди просто специалистов отдела внедрения было много девочек, то сейчас в разработке девочек очень много. И если честно, это очень подстегивает мальчиков, когда там, особенно вот в обучении, у нас мы стараемся группой, особенно в разработке, формировать, чтобы были и девочки, и мальчики. Потому что если дама в разработке сильна, то, конечно, это ребята очень подстегивает. Да, мальчиков тоже немножко расти. Хорошо, полторы минуты поподробнее сейчас про сотрудничество с Вятским госуниверситетом. И, собственно, на базе и его будет реализовываться в Кирове, и реализуются уже проекты. Да, открытие проекта произошло в феврале прошлого года, мы работаем уже достаточно давно. Большая часть лекций как раз проходит в стенах ВятГУ. Часть проходит как раз вот на базе компаний, которые организовывают эти лекции, и часть в стенах Вятского государственного университета. Часть лекций, кстати говоря, в ВятГУ взяли на себя, они тоже очень много лекций проводят. Большой привет Олегу Кошкину и Антону Виземцову. Это директор и миссы замдиректора. Это институт наш, да, соответствующий, айтишный институт. Здесь очень студия, надеюсь, да, они нас слышат. Они были у нас здесь, конечно, да. И мы слушали их, Экир. Так, очередные курсы, когда вот сейчас, где получить всю информацию, чтобы весь график увидеть? Я еще раз повторю, вот уже под занавес адрес завтрашнего мероприятия, это kirovdevtalks.ru, а на сайте ituniver-43.ru можно посмотреть полный календарь всех мероприятий, всех курсов, которые у нас будут в рамках IT-универа проводиться, там же можно записаться. И вот совсем скоро уже будет объявлен новый календарь на следующий год, потому что год уже заканчивается, поэтому там не так много курсов. Для понимания, насколько интенсивно проходят занятия они там, раз, не знаю, группа обучается, сколько по продолжительности? Порядка двух недель и примерно два часа в день, не считая домашнего задания. Два часа в день. Иногда это бывает утром, иногда бывает вечером, группы разные. Как я сказала, есть ребята, которые студенты, они могут днем приходить на обучение. Работающие ребята, конечно, обучаются вечером. Ну, наши разработчики чуть-чуть интенсивнее обучаются, ввиду того, что у нас прям целенаправленно мы пытаемся погрузить максимально ребят в программирование. Причем многие лекторы, если можно так сказать, коучи скорее, приезжают, в том числе из Ижевска, мы всех лучших специалистов присылаем, чтобы транслировать наилучший опыт. Ну, и еще в завершении нашего разговора повторим три основных принципа. Бесплатно. Очно. Обучение очно. И только практика. И ставка на практику. Все так. Спасибо. На этом истекло время нашей программы. Я благодарю гостей. Алексей Трефилов, директор компании «Элма» и Юлия Батальцева, директор по персоналу этой компании, создателей проекта «АйТи Универ». Все контакты озвучили. Так что, если у вас зародился интерес, заходите, изучайте, ну и повышайте свою квалификацию. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Спасибо.